Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology и я его ведущий Кравцев Сергей. Дорогие друзья, вы у меня спрашивали в комментариях, как быть с коллегами-нарциссами. Очень просто. Нужно изучить всю информацию по нарциссам, которую я давал, и, соответственно, применять ее. Точно так же тут вы никуда не уйдете, не сбежите. Нарциссы будут в течение вам попадаться всей жизни. И когда меня вообще вы в комментариях спрашиваете, знаете, постоянно приходят все больше и больше новых комментариев на тему «Ой, а зачем с нарциссом манипулировать? Ой, нужно бежать от него, дорогие девочки, дорогие девочки! Я всю жизнь прожила с нарциссом! Бегите, бегите от него, чтобы пятки сверкали его в жизни вашей не было! Я вот рассталась и ни о чем не жалею!» Смотрите шире, пожалуйста, на мои выпуски. Мне вот прям, у меня нету возможности на каждый комментарий вам написать одно и то же. Вот хоть какой-то бот туда устанавливай, чтобы он вам писал этот ответ. Поймите одну прекрасную вещь. От мужа, нарцисса, вы убежите. И с мужем можно, ну, не манипулировать, я согласен, то есть можно расстаться с человеком при современных условиях совершенно даже иногда и бесполезно. Но от ребенка, нарцисса, у вас так просто уйти не получится. У вас не получится уйти от вашего босса, нарцисса, или от вашего коллеги, нарцисса. Просто по той причине, что у вас могут быть даже договорные обязательства в работе, да, какие-то вещи, когда вы не можете вот прямо сейчас взять и уволиться. Большинство не могут взять и уволиться, извините, хорошая работа на дороге не валяется. Вы можете зависеть от этой работы. Вы можете зависеть от этого круга общения, нарциссов, да, на работе. Или просто это будут ваши родители, допустим. Вы от всего общества совсем хотите дистанцироваться. Вы настолько психопатическая личность, что вы можете бросить вашего ребенка. А бывает такое, дети в своих бабушек, дедушек, генетическая детерминированность, никто не отменял. Ваш ребенок нарцисс, ваша мама нарцисс. И вы и с ребенком, с нарциссом не будете общаться и с вашей матерью. Ну, то есть, понимаете, ситуации бывают разные. Поэтому в той или иной степени нам придется манипулировать, придется немножко стать жестче, немножко умнее, набраться сил, храбрости, изучить информацию и вступить в такой психологический бой с этим нарциссами, с этими, да. В чем суть? Понимаете, вам нужно понимать, что взаимоотношения с нарциссами и вообще взаимоотношения, соответственно, с такими вот патологическими личностями, это чаще всего психологическое давление именно под манипуляциями скрытыми. То есть, именно нарцисс, он не будет вас напрямую как-либо унижать. Ну, знаете, вроде как в лоб унижать. То есть, ты, допустим, он очень за редким исключением может сказать напрямую «Ты некрасивый», «Ты некрасивая», «Ты глупый», «Ты глупая». Он это сделает, он подведет вас к этой мысли, что вы сделаете такое умозаключение. Он, чем более развитый нарцисс, тем более тоньше будут его манипуляции по этому поводу. Поэтому не спешите делать выводы. Вы мне очень часто в комментариях описываете психопатов, социопатов, чисто социопатические или психопатические, или даже эпилептоидов, да, которые просто подошли, там, наругались на вас. И, соответственно, вы их сразу в нарциссов зачисляете, потому что для вас это страшный и ужасный тип. Вот ругается, значит, нарцисс. Унизил, значит, нарцисс. Ну, блин, эпилептоид тоже может унизить. Ну, просто в открытую взять и унизить. Но он будет совершенно другие преследовать цели. Поэтому, соответственно, потратьте какое-то время на определение типа личности. Чтобы качественно определить тип личности, я обычно использовал такую тактику, когда у меня была возможность, меня часто приглашали. Ну, в общем, на такие короткую эпизодическую работу. Я работал какое-то время в медицинском менеджменте, пока был студентом. Ну, не то чтобы это руководящая должность, но вроде как мне потом нужно было давать там некие оценки людям. Люди занимались там, ну, в кулцентре работали, на медицинскую тематику обзванивали, да. И что я делал? Я просил представить меня изначально как такого обычного работника. И там работали люди, обычно менеджеры с высшим образованием. Я представлялся обычным медбратом. Я говорил из разряда, да я тут вообще ничего не знаю, короче, не понимаю. Говорил, что у меня вот такая, как бы старался показать, что не очень у меня умное такое развитие, да. И нарциссы, они, когда видят такого человека, который не очень умный, такой без образования, такой вроде бы немножко или забитый, или просто глупый, они начинают, то есть они расслабляются, они начинают им манипулировать, но они же не знают, ну, что вы как бы на самом деле более такой прошаренный, продуманный человек. И они как бы начинают или унижать даже в открытую, может быть. Или женщины там часто, да, они не будут вам как-то очень сильно улыбаться, и они будут от вас сразу дистанцироваться. То есть для женщины нарцисски будет же важно статус ваш социальный. Поэтому вот если вы ее так решили проверить, или для мужчины нарцисски, ну, нарцисса, вот, соответственно, если вы решили его или ее так проверить, то, соответственно, конечно, нужно прикинуться кем-то более слабым, совсем неинтересным, тогда вы увидите такое пренебрежение к вам в глазах нарцисса и в его поступках и действиях, да, такой неинтерес и презрение к вам. А потом я говорил, соответственно, что, ребят, ну, так получилось, я вот хотел на вас на всех посмотреть, я вас сейчас буду тестировать, проверять. Теперь на ваши знания хотел посмотреть, на вашу работу изнутри. И нарциссы сразу менялись, они преобразовывались. Поэтому если вы входите в новый коллектив, вы можете сразу вот таким вот образом зайти сначала в него, как обычный менеджер, а потом уже, соответственно, раскрыть немножко себя, даже можно в открытую, да, на собрании раскрыть, представиться, сказать так и так, ну, вот такой эксперимент. Вот. И, соответственно, очень часто я так делал с будущими партнершами на свиданиях, еще где-то, очень хорошая проверка, посмотреть, нарциссического ли склада девушка, допустим. И что еще хочу сказать, как быть с коллегами, да, на работе. В первую очередь вам нужно, еще раз смотрите, определить тип личности, можно применить маскировку, которую я описал. Дальше, соответственно, вы смотрите мое видео по капкану для нарцисса. И первую, вторую часть, две части, все есть, все отснято, знаю, некоторые не находят. И, соответственно, дальше применяете все эти манипуляции. Ну и манипуляции тоже в коллективе, да, все вот это дело нужно использовать, использовать других людей в качестве защиты, может быть, какого-то эпилептоида найти. Если вас нарцисс сильно одолевает. Но, соответственно, я рекомендую вам, в первую очередь, те же самые советы будут, что и видео в капкане для нарцисса. И, в первую очередь, не забывайте, что если у вас нарцисс-босс, то не старайтесь, если вы эпилептоид, если вы сильная личность, или параноял, или психопат, не старайтесь сильно на него давить. Босса нарцисса можно очень сильно передавить. Он вас уволит или просто пакость вам какую-то очень сильную сделает. Поэтому, если вы манипулируете, старайтесь также манипулировать закрыто, манипулировать скрыто нарциссом. Дорогие друзья, это не конец темы. Если вам понравилось, пишите внизу в комментариях. Я уже более длинный, более тезисный выпуск сниму. Дорогие друзья, с вами был Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я жду вас на своих консультациях онлайн, а также в своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!